Один странник «Ступай!» И озадаченный странник продолжил путь, размышляя о человеческой грубости. Но не прошел он и полусотни шагов, как услышал «До города тебе час пути!» Странник оглянулся и спросил у мудреца «Ну почему же ты не ответил мне сразу?» А в ответ услышал «Я должен был видеть, каким шагом ты идешь». Наша жизнь – это дорога, длинный и трудный путь. Мы проходим ее с потерями, приобретениями, смеясь и плача, поднимаясь, падая и снова поднимаясь. Но какой будет эта дорога, каким шагом идти по ней, каждый из нас решает сам. Наш сегодняшний рассказ о жизни человека, который выбрал трудную дорогу и каждый шаг по ней – пример любви и верности своему народу. Первые шаги Он сделал их в небольшой деревне со звонким названием Зумаллен, что на севере Ирана, в семье Валеса и Элишио Бет-Ядыгар. Семья не отличалась большим достатком, но главное, чего в ней всегда хватало – это любви и уважения друг к другу. Где родители – безусловный пример для детей не потому, что они взрослые, а потому что достойные и честные люди. Отец работал учителем, мама занималась воспитанием детей – Рамиля, Бенни и маленькой Раши. Он помнит, как вместе со всей семьей ходил по воскресеньям в церковь. Помнит, что мама всегда готовила столько еды, чтобы оставалась и для бедных. Помнит, как совсем маленьким мальчишкой помогал священнику во время службы, и самым главным наказанием за шалости было не иметь возможности прислуживать на алтаре по воскресеньям. А шалости было предостаточно. Он часто вспоминает высокое дерево рядом с домом, на которое при случае стремительно взбирался после очередных проказ, и где его не могла настигнуть хворостина бабушке. Помнит школу, в которую надо было ходить за несколько километров, и где шалил не меньше, но получал при этом самые высокие оценки. Помнит, как ранним утром или поздним вечером, когда в церкви не было людей, он приходил туда и самозабвенно пел, с самого детства зная молитвы и песнопения церкви Востока. В 12 лет ему уже было доверено руководить хором и проводить катехизацию среди детей. Тогда он и решил стать священником. А дальше была учеба в семинарии в Тегеране, но он был вынужден ее прервать, потому что в разгар войны между Ираном и Ираком его могли призвать в армию и заставить убивать. И он принимает трудное решение – уйти из Ирана. Каких слез и боли от разлуки с любимым сыном стоило это решение, наверное, знает только мать. И он ушел через горы в Турцию. Это был долгий и трудный переход, и когда он дошел до границы, на его ботинках практически не было подошв. А там встретил людей из общины Святого Егидия, которые приехали помочь беженцам. С их помощью он добрался до Италии, где продолжил учебу в семинарии. В эти годы он не только учится, и учится, надо сказать, блестяще, получив по окончании высшие баллы, PHD сумма кумлауды и научную степень патологии. Но и все свободное от учебы время работает волонтером в общине Святого Егидия, в больницах для престарелых инвалидов, занимается с беспризорными детьми, раздает еду нуждающимся на улицах Рима. Это работа! Люди из общины сыграли большую роль в его жизни, показав пример ежедневной реальной помощи ближнему, подкрепленной силой искренней молитвы. Все эти годы он не имеет возможности видеться со своей семьей, оставшейся в Иране. И когда по прошествии лет они все-таки встречаются, мама, с таким нетерпением долгие годы ожидавшая встречи, проходит мимо него, не узнав в высоком бородатом человеке своего любимого сына. И только его голос, такой родной и близкий, заставляет ее обернуться и, наконец-то, обнять его. Мы не случайно назвали этот шаг зрелостью. Ему только 30, но в его жизни происходит самое важное событие, которому он шел всю свою жизнь. Его рукополагают в сан священника. Он принимает решение посвятить жизнь Богу и своему народу. Он шел к этому решению, сознавая всю тяжесть и ответственность той великой жертвы, которую ему предстоит принести. Помните, мудрец из притчи сказал страннику, «Я должен был увидеть, каким шагом ты идешь». Видеть эти шаги выпало счастье нам с вами. Именно к нам, в никому тогда еще неизвестную страну, с разваленной экономикой и практически нулевым уровнем жизни, в страну, которую другие отказывались даже посетить, он, молодой священник, и приехал работать. И ни секунды не сомневался в этом решении, потому что это было нужно его народу, его матерям и отцам, бабушкам и дедушкам, сестрам и братьям, детям, нам, его настоящей семье, потому что он в этой семье и сын, и брат, и внук, и отец. Говорят, мужчина в своей жизни должен посадить дерево, родить сына и построить дом. Сад во дворе церкви, посаженный его руками, говорит сам за себя. Что касается второго, есть одна старинная грузинская поговорка «Порой учитель без детей имеет тысячи детей». И мы все его дети, несмотря на возраст. КОНЕЦ И как настоящий отец он построил нам дом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И мы приходим в наш дом с радостью и гордимся им. Мы в нем в самые счастливые моменты нашей жизни. Дима Торзок Дима Торзок Здесь мы открываем душу в молитве о самом сокровенном. Здесь мы скорбим о тех, кого уже нет с нами. Но кто так мечтал о том, чтобы этот дом был? Здесь растут наши дети, а потом приводят сюда своих детей. И ни одному поколению этот дом даст твердую уверенность в том, что любовь Бога безгранична для всех, какой бы национальности и вероисповедания они не были. В этом доме мы вместе. И это самое главное. Говорят, родина не та, где ты родился, а та, где ты смог принести пользу людям. Однажды он сказал, я бы хотел состариться в Грузии. То, как он любит эту землю, пример для подражания многим родившимся в ней. Эта земля стала ему родной, он ею гордится и верен ей, потому что здесь его народ, а значит его жизнь. Перечислять все заслуги этого человека, наверное, и не надо. Вся его жизнь проходит на наших глазах, вместе с нами и для нас. Люди порой склонны считать чудом какие-то сверхъестественные, необъяснимые явления. Но этот человек совершил поистине чудо здесь, на наших глазах, вместе с нами и для нас. Он дал нам надежду на то, что жизнь и есть чудо, если в ней есть мир и любовь друг к другу. Наверное, 50-летие – самая главная дата в жизни каждого человека. Настоящий рубеж, середина всей жизни. Если в 40 лет еще есть какие-то раздумья, отмечать или нет, то здесь никаких сомнений быть не может. Конечно, праздновать, говорить теплые слова, желать счастья, выражать признательность и благодарность. И сегодня мы желаем ему. Здоровья тебе и много-много лет живи. Пусть подвиг твой увидит Бог, пусть будет утренней жертвой молитва наша, полная любви. Смиренных тружеников церкви, о мой Господь, благослови. Здоровья тебе, Бениамин, и самых моих лучших пожеланий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok